Я знаю, мои слова покажутся тебе глупостью, но я сказал родителям, что мы сегодня приедем к ним. Они нас ждут. Что будем делать? Я не знаю. Мы оставим женщину одну в таком положении? Ты не видишь, что с ней? Да, ты права, но... Но она сейчас приняла кучу лекарств. Когда приедет домой, она забудется сном. Нам лучше съездить, они нас ждут. Если не поедем, то будет только хуже. Пойми, я им плеш на голове проел, что мы приедем. Мы не можем не приехать. Хорошо. Отлично. Благодарю. А мы оттуда туда, потом в другое место. Вот только смогли приехать сюда. Решили не запаздывать. Оставили женщину дома в измоченном состоянии и сразу приехали к вам. Я одета по-домашнему. Мы как выехали из дома, так и не возвращались. Все уже закрыто. Мы приехали с пустыми руками. Мне, правда, очень неловко. Ну что вы, одежда не имеет никакого значения. Главное, что в голове. Ну, и что вы будете делать? Отдадите ребенка? Если бы мы смогли найти ее, то сразу бы отдали. Но мы пытаемся найти способ не разлучаться навсегда. Ее муж умер. Что она будет делать? Будет жить у вас, и вы ее будете содержать? Как твои родные, дочка. Хорошо, благодарю. Мама передает вам привет. Спасибо. Вы знаете, мама предлагает жить у нас. Говорит, папы теперь нет. Ильяс редко приходит домой. У нас в доме будет мужчина, а то нам очень одиноко. Говорит, наш дом довольно большой. Я отдам вам свою комнату. Говорит, не тратьтесь, живите здесь, пока не встанете на ноги. Она очень настаивает. Но я, конечно, не знаю, как Зафер скажет. Нет, это уже слишком. Исключено. Мама, а что это такое? Вы подали голый чай. Нет никаких пирожков, пирогов, салатов. Ты ничего не приготовила? Какие пирожки и салаты на ночь глядя? Мы и так сыты. Мы ничего не ели. Мама Фатма, между прочим, уже с утра начала хлопотать на кухне. Лучше бы мы там поужинали. Честное слово. Мама Фатма, между прочим, уже салаты на кухне.